Скажу вам, что мне в своей жизни доводилось общаться очень много с людьми, которые в этом городе родились еще в 30-е годы, в 40-е годы, потом выехали в Польшу, то есть они еще тут были во время польского Львова, поляки. С этими людьми очень интересно было общаться, такие высокообразованные, такие интеллигентные, очень приятные люди, и вот они мне рассказывали, что потом в 50-х, 60-х годах, или 70-х, они были, скорее всего, это 70-е, 80-е годы, они были в городе, и вот по сравнению с тем, что они помнят из своей молодости, город вроде бы заброшенный, вроде бы все поменялось, вроде бы не такое, как было, и вроде бы вот на них тоже там накатывались такие негативные какие-то в некоторых моментах, не то чтобы воспоминания, а эмоции, да, потому что, например, кастелы были закрыты, то было закрыто, то переделано и так далее, да. И я вот теперь, то, что я вижу сейчас в городе, я, наверное, большинство из них уже, из тех людей, которых я знаю, они уже все поумирали, и то, чтобы они видели то, что я вижу сейчас, наверное, только из этого одного вида, они бы уже на месте умерли, потому что, если тогда им не нравилось, то то, что сейчас, ну, это вообще, как бы, катастрофа. Я к тому, что во время второй мировой город совершенно не бомбили, упала только одна бомба на центральный международный вокзал, вот, и все. Поэтому, если мы говорим про дома, может быть, какие-то были уличные бои, где-то что-то, когда город там освобождали, может, что-то было, ну, вот так, генерально, если говорить, то город совершенно не последовал вид, ну, то, что я вижу сейчас, то, что это все сыпется, обваливается, трескается и лопается, это такое впечатление, что что однозначно город после какой-то бомбежки. Я это вижу не только я, я тут разговариваю с местными жителями, и они говорят, да, никто ничем уже не занимается. Перед вами школа, которая построена была еще во времена Польши, в 30-х годах прошлого века. Видите, здесь тоже мешками заполнены окна первого этажа, и школа раньше называлась школа Шустр Уршуланок, то есть Монашек Урсу Уршуланок, и находилась она на перекрестке улиц Чвинтегаяцка и Хуке-Босака. Это старое название старых польских улиц. Сейчас здесь тоже учебное заведение, современная школа. И скажу вам, что я знаю людей, которые ходили в эту школу во время Польши, вот как раз в конце 30-х годов, и рассказывали мне, жили в этом райончике, и посещали вот именно эту школу сестер Уршулянок. И очень хорошо, что это здание, как сказать, используется по назначению все это время, потому что от момента его постройки до сих пор здесь постоянно была и есть школа. Район, в котором она находится, очень такой компактный, уютный, зеленый. Здесь старая польская малоэтажная застройка. Это очень близко от центра города, даже можно сказать, в каком-то смысле, это центр города, потому что если мы перейдем и пройдем одну улочку вниз, мы уже будем на улице Зеленой. А вы уже из моих видео знаете, что улица Зеленая, это уже практически ее начало, это практически центр города. А мы как раз здесь попадаем на начало улицы Зеленой. Сейчас мы по офицерской улице сходим вниз, и на этой улице находятся прекрасные старые виллы. По названию вы можете понять, что раньше на этой улице, в этих виллах жили польские офицеры. А сейчас просто эти виллы выкупаются, и некоторые из них ремонтируются, некоторые в таком состоянии, в каком вы их увидите. Вот, вот посмотрите, какие прекрасные старые виллы. Около них обязательно какой-то палисадник, какая-то часть такая, которую можно засадить деревьями. Вот, смотрите, как некоторые, видно, эти виллы делятся на части, и может так случиться, что одна часть отреставрирована, а другая, к сожалению, нет. И тогда видно весь этот, всю эту разницу. Также некоторые дома, которые поделены дома, да, то видно, как каждый хозяин по-своему их ремонтирует. И это не всегда так, как бы сказать, красиво выглядит. Вот, посмотрите, это еще старые польские ограждения и калитки. Вот здесь, посмотрите, вот яркий пример, дом наполовину, да, значит, одну половину занимает одна семья, другую половину другая, входы в дом с разных сторон, и видно, одну отремонтировали, а вторую еще, к сожалению, нет. Ну, что скажешь, что скажешь, такова селья Ви, как говорят французы. Сейчас пройдем дальше и посмотрим, наверное, не наверное, я точно уверена, что цены здесь ого-го, за такую виллу в центре города. А там, где не отремонтировано, наверное, еще просто кто-то живет со старых времен. Вот здесь красиво сделали, посмотрите, даже ограду все поменяли. Здесь дали одна часть старенькая, плохенькая, видите, еще крыша, наверное, с польских времен. Вот, а дальше уже кто-то себе делает красиво. И ограда все поменена. Ну, может здесь даже получится так, что этаж кто-то не выкручивает, внизу одни живут люди, наверху другие. Видите, первый этаж поремонтирован, второй в плохом состоянии. Я вот не могу вам сказать точно, как это все здесь происходит. Я только констатирую то, что я могу увидеть и могу догадываться, как, что и где. Вот эта часть тоже, смотрите, сделана. Видно, здесь один хозяин сверху донизу. Эта часть, к сожалению, еще не отремонтирована. Даже по вот этим палисадникам также видно, кто занимается, а кто не занимается. Потому что даже если нет денег на ремонт, то, конечно же, палисадник уже своими силами можно бы было привести в чувства. Но, видно, не всем это нужно. А вообще улица очень тихая, компактная и благодаря этим домам красивая. Потому что все равно дома придают ей особый климат. На этом, друзья, я сегодняшнюю прогулку заканчиваю. Обязательно заходите, будет еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok